Пока едем с аэропорта, отвозили нашу подругу, которая у нас приехала, отдохнула на выходные. Решил высказать свое мнение по поводу жилых комплексов. Снимаем мы жилые комплексы разной категории, с разным форматом и ценовой политикой. Многие как-то осуждают данную ценовую политику. Кто-то осуждает качество строения, выражает свою точку зрения. В частности, в большинстве она вызывает какую-то негативную реакцию. Потому что в Сочи это достаточно недешево, стоимость за квадратный метр. И по отношению к каким-то другим регионам. И, конечно же, люди хотят видеть что-то качественное и доступное по их деньгам. Но не во всех жилых комплексах такое бывает, соотношение цены и качества, чтобы всех оно устроило. И когда, допустим, мы показываем какие-то для вас обзоры жилых комплексов, которые, на ваш взгляд, могут вам показаться дорогими, да, то есть что-то дорого там, допустим. Ничего себе цена, там многие пишут, да. Понимаете, мы не можем высказывать свою точку зрения в негативном характере, да. Почему? Потому что это сразу затрагивает репутацию застройщика, да. Он не будет согласен с этим. А у разных застройщиков есть разные дома. И они по себестоимости в разных местах бывают, ну, в разной ценовой политике. Поэтому какие-то из жилых комплексов просто выставляют по такой цене, по которой считают нужным застройщик поставить, и он не обсуждает эту тему, там, что рядом еще один какой-то комплекс, да, что он там дешевле и так далее. Вот он посчитал нужным выставить такую сумму, да, за квадратный метр. Он такую и оставит. Вот, если он посчитает нужным, если ему потребуются какие-то, допустим, средства, если им не пойдут продажи, он может устроить акцию какую-нибудь временную, да, продать несколько квартир и опять ждать, допустим, продажи следующих вариантов квартир. Вот, и, конечно же, вот во многих жилых комплексах иногда прям хочется высказать свое мнение, пусть даже осуждая что-то либо, да, какие-то моменты, но не имеем мы права на это. Почему? Потому что будут реагировать совершенно по-другому застройщики на свои другие дома, нам с ними работать, поэтому по каким-то моментам именно, что касается качества строительства, мнения личного, вот, мое, допустим, как эксперта по недвижимости, да, почему такая цена, почему, ну, какие аналоги, допустим, есть, с каким жилым комплексом можно их сравнить, это давайте уже тогда, наверное, в личку, потому что, ну, так сказать, нет у нас такой возможности осуждать какие-то жилые комплексы. Вот, можем только посоветовать, опять же, в личном характере поговорить, потому что есть все-таки живая конкуренция, есть спрос именно на определенные дома с качественной, допустим, отделкой, кто-то, наоборот, ждет эконом-класс и готов там, действительно, чем дешевле, тем лучше, а кто-то именно хочет достойную качественную отделку и готов за это переплатить, пусть даже если это кому-то покажется там, возможно, безумием, я не знаю, да, или кто-то с этим не согласен, ну, и на такие жилые комплексы, в принципе, всегда находится покупатель. Так что хотите услышать мою экспертную точку мнения по каким-то жилым комплексам, по его ценовому диапазону, дорого или нет, какие-то аналоги сравнить, пишите именно в личку, потому что так будет проще и быстрее. Ну, я желаю вам хорошего вечера, всем пока!